Принцесса Эльвира Принцесса Эльвира Их разговор о волшебных волосах принцессы подслушали два хитрых разбойника. Одного зовут Кляргус, а второго – Пастилот. «Так какую же хитрую западню придумали эти два злодея, чтобы такая послушная девочка, как Эльвира, вдруг вышла из дворца и оказалась одна в лесу?» «А эту тайну я вам не открою. Вы ее узнаете сами, когда прочитаете книгу. Но посмотрите, сколько золота загадали эти два злодея, используя волшебство волос Эльвиры. Они танцуют в свете факелов и кричат. Ой-ля-ля, мы стали богаче самого короля и можем хоть каждый день съедать целого жареного барана. Эх, лучше быка!» «Так кто же спасет нашу Эльвиру? Что за маленькая мышка вдруг подбежала к ней и перегрызает веревки на ее руках? С чего бы это? Ведь обычно мышата боятся людей. А почему же это помогает?» «Все ответы на все вопросы вы найдете сами, прочитав эту книгу. А я вам сейчас расскажу о второй книге, которая называется «Принцесса Эльвира и мышка Пенни против короля шоколада». «А кто же такой король шоколада? Откуда он появился?» Прибежала мышка Пенни рано утром к принцессе и закричала. «Принцесса Эльвира, в нашем мышленом королевстве случилось нечто ужасное. Только ты сможешь нам помочь?» «А что же там произошло? Почему мышиный король, щелкун трех зубы, вдруг стал таким злым? Что за таинственное кольцо сияет на его пальце? Почему мышата такие испуганные прячутся по углам и закоулкам? Что же там случилось?» «А этот маленький малыш-глупыш, что ему будет за то, что он откусил маленький кусочек шоколадного пирожного?» «А я скажу только одно. В финале останется лишь кольцо, которое приносит только зло. А чье оно?» «Чтобы узнать это, Эльвира идет к ворону, который жил более трехсот лет». «А ворон посмотрел на кольцо и зловеще прокаркал. Знаю я это кольцо. Его хозяйка была двухголовая колдунья домино. Третья книга так и называется «Принцесса Эльвира и двухголовая колдунья домино». Одна голова была светловолосой, прекрасной, доброй девушкой, а вторая голова была страшной и уродливой. Даже пальцы на ее руке были скрючены с длинными-длинными ногтями. Темноволосая голова всегда колдовала о днегадости и всякие злодейства, а светлая голова исправляла плохое на хорошее, злое на доброе. Из-за этого голова все время между собой ругались. Но как получилось, что Эльвира попала в замок к двухголовой колдунью домино? Кто забрал ее нарядное платье? Куда ее ведут эти два рыцаря, у которых глаза мутные, словно заполнены водой? Даже зрачков у них нет, обратите внимание. И кто же спасет Эльвиру на этот раз? Кто ей поможет? Я вам ничего не расскажу, вы все-все узнаете сами. И если вы хотите найти ответы на все вопросы, то вы можете приобрести книги о принцессе Эльвире в городе Воском и Волгограде. Они продаются в киосках «Все для вас», в книжных магазинах «Книжный город», «Книжкин дом Алисы» и магазинах «Учитель». А еще книжки о принцессе Эльвире теперь можно купить и в Москве. Первый магазин, где они будут продаваться, это книжный магазин «Библиоглобус» на Лубянке. А я с вами прощаюсь и желаю вам, чтобы ваша жизнь была светлой и легкой, как сказка. С теплом Светлана Гонсалвес.